Всем привет! Существует множество игр, которые можно играть с водяными бомбочками или с водяными шариками. Для этого требуется всего лишь вода и шарики. Я буду наполнять шарики водой с помощью ручного водяного насоса. Вот так выглядит обычный водяной шарик-бомбочка. Такие шарики бывают разных расцветок. Мне кажется, это самого маленького размера воздушные шары. Водяные шарики-бомбочки имеют очень тонкие стенки. Из-за этого они очень легко лопаются, что и требуется для игры. И вот я уже наполнил шарик водой, примерно наполовину, может две трети объема шарика. Для изготовления скульптур я использую другого типа воздушные шарики. В данном примере я воспользуюсь пятиинчевыми круглыми шариками, которые обычно идут в упаковках по 100 штук. Они бывают разного цвета, с разными рисунками. В качестве водяных бомбочек мы можем использовать любые обычные шарики любого размера, любой формы. Стенки обычных шариков намного толще, из-за этого их тяжелее лопать. Такого типа шарики я использую для всех игр с воздушными шариками, в том числе и с водой. В этом примере я наполнил оба шарика водой, сделав их примерно одинакового размера. Конечно, обычный шарик можно наполнить водой, сделав его гораздо большего размера. От количества воды в шарике суть дела не меняется, все равно намочитесь. Я предпочитаю набирать меньше воды, но зато делать большее количество шариков за меньшее время. Я набрал немного воды в этот шарик, а затем с помощью воздушного насоса раздул его до полного размера. Разница в размерах стала сразу заметной. Все шарики наполненные водой лопаются совершенно одинаково, разбрызгивая воду вокруг. А вот шарик наполненный и водой и воздухом, лопается с громким звуком, как звуковая бомба. Прикольно для игры. Не всем детям нравится кидаться водяными бомбочками, но ведь существуют и другие игры с воздушными шариками. На моем веб-сайте feedoid.com, на моем блоге вы найдете описание многих игр с воздушными шариками. Из-за того, что я наполняю водой, давайте скажем так, обычные толстостенные воздушные шарики, а не тонкостенные водяные бомбочки, мы можем их использовать для разных игр. Для примера я наполнил один шарик водой и теперь я сделаю дырку в этом шарике. Для этого я воспользуюсь английской булавкой. Для этой цели подойдет все что угодно с острым тонким концом. Булавка, иголка, даже перочинный ножик. Нам нужно сделать одну, можно пару сквозных дырочек на расстоянии не более чем один сантиметр от узла. Обратите внимание, как я держу шарик. Иголку втыкаем в нераздутое пространство между шариком и узлом. Теперь подвешиваем шарик в воздухе, удерживая его за сопло над узлом и у нас получилась брызгалка. Для большего веселья шарик можно раскрутить в воздухе, как Юлу. Маленьким деткам обычно очень нравятся такие игрушки. Этот же шарик все еще можно использовать в качестве обычной водяной бомбочки. Малышам нравится использовать эту игрушку в качестве лейки, поливать цветочки. Брызгалку очень легко остановить или перекрыть воду. Для этого шарик можно просто положить на ладонь, вот так. Как только отпустили сопло, брызгалка сразу выключается. Поднимаем шарик за сопло и брызгалка сразу включается. В этом процессе замешаны довольно-таки интересные физические явления. Можно использовать эту игрушку для школы в качестве научного проекта. Из моего опыта шарики такого размера полностью наполненные водой, можно использовать в качестве брызгалки примерно минуток 15-20. Время очень сильно зависит от количества дырок, их размера и давления внутри шарика. Во всех моих инструкциях я использую 260 размера воздушные шарики для изготовления всех скульптур. Так что не удивляйтесь, я использую 260 шарики и в качестве водяных бомбочек тоже. Давайте наполним водой примерно 20-30 сантиметровой длины пузырь. Часть воды нужно перекачать в противоположный конец шарика. Таким образом мы делаем два пузыря. Работаем с этим шариком аналогично тому, как если бы он был наполнен воздухом. Размер пузырей можно отрегулировать. Теперь нам нужно перекрыть движение воды между пузырями. Для этого мы завязываем узел между каждыми двумя пузырями. Да, пузырей можно сделать больше чем два. Итак, я завязал узел между пузырями. Теперь можно разделить другой пузырь на два пузыря поменьше размером. И после этого нужно завязать узел между этими двумя пузырями. Вот такие у нас получились колбаски. Похожи на нунчаки. Само собой напрашивается раскрутить эту игрушку над головой. А еще очень здорово раскручиваться вокруг себя вместе с этой игрушкой. Но я этого делать не стану, а то у меня голова закружится. Если ударить о препятствие самый крайний пузырь, то он естественно лопнет, но при этом у вас останется еще два пузыря для того, чтобы раскручивать. Нами сделанную таким образом игрушку можно раскручивать даже с одним пузырем. Это очень забавная, увлекательная игрушка. Я ее рекомендую попробовать всем хотя бы раз. Думаю, что любителям водяных сражений эта игрушка очень понравится. А теперь вернемся к нашей брызгалке. Как я упомянул вначале, этот шарик удерживает воду довольно-таки долго. Ну, конечно, неизбежный процесс давления воды внутри шарика уменьшается и со временем брызгалка перестает работать. Даже после этого шарик можно сжать снизу слегка, чтобы заработала брызгалка. В будущем я еще расскажу вам о других играх с шариками. Не забудьте подписаться на мой видеоканал. Кликайте лайк, скомментируйте. Веселых вам водяных сражений!